Теперь так, я сейчас прошел час небольшим, я пошел на кухню, где надо долить. Я когда много говорю, гайморит, я все время с сухим горлом, я быстро. А зато еще посмотрю, что за смс-ка. Вдруг про нас. Ладно, сейчас, сейчас дочитаю. Так, сейчас прочтем сообщение от одного из ваших. Так. Так, крупноплодная железа еще созревает, с днем рождения. Так, дело в том, здесь сбой загрузки, я не могу на этих никогда увидеть. Я сейчас скажу то, что я забыл сказать. Ребята, я должен в этом году получить сотни подарков в виде фотографий. Почему? Вы мне шуете в основном короткие фильмы. Один из них про роскошные персики, про уникальный дикий успех брянских, подчеркиваю, шофера-дольнобойщика. Никогда. Да на сколько лет он опередил эту науку, как его догонять-то теперь? Вот. Это надо к нему идти, знакомиться. А не зайдут ли до него? И вот получается, что фильм-то я один выставил, но их много таких коротких. И каждый не могу открыть. А на экране на большом, тут связь есть между этим самым, как он называется, как он называется-то этот? Так, это экран. А это WhatsApp, да. Так вот, на WhatsApp ни черта не открывается, а на экране показать не могу. Рядом десятки этих телефонов. А я помню, мне запрещали. Люди боятся, что у них телефон кто-то просто увидит. Вот. И получается, что, пожалуйста, подарки в виде фотографии и короткого текста. И легче все это доносить до людей. Договорились? Вот. Теперь я не могу показать. Вот тут уже где-то на руке огромный плод. Показать не могу. Потому что сразу там, стоит только зайти на WhatsApp, и сразу увидите десятки этих. И не только вы. Телефонов. Получается, просьба, значит, по возможности мне посылать на мой электронный адрес. Вы все его знаете. А я продолжаю. Именно фотографии. Я тоже видел сюжет о многократной пересадке абрикоса для повышения крупноплодности. Канал здоровья, кажется. Вроде бы дикость, но и Мичурин рекомендовал вам многократную пересадку. Думаю, что много того, что проходит в южном с удовольствием, а там наш юг не пройдет у нас. Ну и наоборот. Там роль земостойкости не имеет такого значения, как у нас. Там ноги прокатят. Ой, там тоже еще будет хуже. Да и мужик видно, что не врет, а из опыта рассказывает. Но это для нас из опыта. Он получил чуть ли не из дикаря крупноплодные, вкусные, культурные плоды. И вот. Меня возмутило. Не возмутило, а удивило, что якобы это Мичурин. Среди вас есть специалисты покруче меня. Может, найдете это? Потому что я не могу поверить, что Мичурин это рекомендовал. Вот только из-за этого, возвращаясь к этому. Я считаю, три пересадки – это замеченные корни. Это болезни, это опрыскивание. Это короткая жизнь. И вот этот Влад, я не знаю, кто Влад. Но мужик толковый. У нас, якобы проходит в южном, у нас не пройдет. Да, друзья, у нас не пройдет. Поэтому, если Мичурин и рекомендовал, то мы должны это воспринимать, ну, как с огромной-огромной осторожностью. Вот. Пробовать можно. Вот, например, зубопытство. А пересажу, вот возьму я там ранецку. Вот, три раза пересажу, и передо мной вот такая вот плоды. Пожалуйста, это вы делайте. Главное, не повторять это для всех, чтобы тысячу людей вот этим занимали, скорее всего, погубя деревья. Вот. Только для любознательных. А потом делайте, рассказывайте. Но, именно как вопрос, именно как гипотезу. Но никаких этих делайте, как я, пересадите три раза. Вот, красота. Вот. До Севера, до Сибири, до Транссиба это не пойдет. Видите, даже до Нижнего Новгорода не пойдет. Помните еще раз. Было же такое. 52 градуса мороза на уровне почвы возле Нижнего Новгорода. А жутко. Сибири, до Сибири, до Сибири.